Аномальные морозы и штурмовой прогноз. Такие перспективы ждут Алтайский край в ближайшие дни. В связи с чрезвычайными холодами в Барнауле прошло заседание комиссии ПЧС. Из-за мороза в регионе несколько населенных пунктов остались без электроснабжения. Обошлось без социально значимых последствий. В связи с неблагоприятными прогнозами проведено информирование о повещении населения края. В том числе посредством СМС-рассылки, средством массовой информации и социальных сетей. В результате воздействия опасных метеоявлений и чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Готовность у нас везде есть. Все принятые меры, в том числе введение режима повышенной готовности в целом по краю, свои результаты дает. По состоянию на сегодня обстановка контролируемая. Там, где происходят какие-то происшествия, причиной которых в какой-то части становится и погода. Но разбираемся, ликвидируем, например, аварии автомобильные и так далее. Вторая декада декабря вышла холоднее климатических норм на 5-7 градусов, сообщают синоптики. Штормовое предупреждение продлят до 15 декабря. Ночные температуры в этот период будут колебаться от минус 28 до минус 35, а локально будут превышены 40-градусные отметки. Сегодня ожидается самая холодная ночь. Потом антициклон начнет отступать, морозы отступят, но и следующая неделя тоже будет полна климатических сюрпризов. С 18 до конца декады мы ожидаем заток глубокой ложбины атлантического циклона, который принесет с собой ветреную, снежную погоду и, скорее всего, осадков будет много. Поэтому к этому нужно тоже подготовиться. Еще один важный вопрос, который обсудили в правительстве – восстановление жилых домов, которые пострадали во время урагана 19 ноября. По данным Краевого Минстроя, были повреждены 352 многоквартирных дома. Пока на сегодняшний день последствия устранены лишь в 168 домах. Ирина Корчегина. День с толком. Ирина Корчегина. День с толком.